Здравствуйте! В эфире информационная программа «Новости 24» в студии Хадижа Курбанова. И прямо сейчас о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Медицинская маска за 5 или 37 рублей. Имеет ли место быть бизнес-мародерство в безвирусном Дагестане? Фермеры республики жалуются на убытки. Вывоз мяса в Иран приостановлен еще с прошлого месяца. Почему, узнавали наши корреспонденты. Яркая борьба, большое разнообразие техник и приемов. В избирь ваше прошло открытое первенство и чемпионат города по оградению. Предмет роскоши или средства защиты от вируса Дагестан продемонстрировал наибольший рост цен на медицинские маски. Именно такая информация появилась накануне в СМИ. Однако мониторинг, проведенный активистами ОНФ в десятках аптек столицы, показал иную картину. В среднем маски стоят от 2 до 8 рублей. Но это не гарантирует того, что стоимость не повысится в ближайшем будущем. Дело в том, что в аптеках уже был отмечен дефицит товара. А цены новых партий наверняка будут выше. Отметим, что скачок стоимости происходит на фоне всеобщей истерии, связанной с распространением коронавируса. Об этом говорят и сами работники аптек. А есть какие-нибудь проблемы в последнее время с наплывом людей, что масок не хватает? Есть. Масок не хватает, да? Много людей покупает? Мы, например, больше 10 штук не даем, потому что сейчас, чтобы взять, уже оптовая цена у них номер 100. А оптовая цена какая сейчас? 7 или 8 рублей. Он не хочет. А оптовая? Да, мы только что думали. А как так? Не знаю. В последнее время наплыв, да, на маску? А как вы думаете, с чем это связано? Ну, с теми, надеюсь. Сегодня мы прошли множество аптек в городе Махачкала. И были аптеки, в которых масок не было. Мы также интересовались у работников, с чем это связано. И было ли это ранее? Многие, конечно, ссылаются на то, что наплыв на масок связан с тем, что сейчас идут разговоры о коронавирусе. Но в 70% аптеках маски есть в доступе. Их можно приобрести средняя цена 5 рублей. Фермеры республики терпят убытки. К нам в редакцию с жалобой на это обратились отчаянные предприниматели. Все дело в том, что еще полгода назад власти Дагестана заявили о наращивании экспорта баранины в Иран в полтора раза. Тогда многие аграрии закупили большое количество овец. Однако не предусмотрели того, что еще понадобится кипа сопроводительных документов. Зумруд Гамидова разбиралась в ситуации. Около сотни взволнованных фермеров со всей республики с самого утра собрались у здания Минсельхозпрода республики. Дело в том, что сельхозпроизводители еще с прошлого года не могут отправить мясо в Иран. Делать это якобы запретили власти. А формальной причиной, по их словам, стало отсутствие нужных справок. Кроме того, фермеры жалуются. Господдержку получают в основном крупные агрохолдинги и сельхозпредприятия. Личные пособные хозяйства, по их мнению, обделены вниманием государства, ничего не получают и, более того, несут убытки в этом году. И так мы все в этом году ущерби, из-за них попались. Если дальше, то, что они говорят, через бойню, это вообще фактически на этом году. Каждый день на меня ущерб есть. Приблизительно там можно 40-50 тысяч каждый год. Каждый день для меня лично ущерб есть. Из-за того, что не вывозят это. В Махачкале, по словам фермеров, за день они сдают до 80 голов. И это очень мало. Более того, скот выше 23 килограмма вовсе не берут. А ведь многие всю зиму откармливали поголовье в расчете на сбыт. И сейчас, из-за отсутствия спроса, готовы отпускать скот снова на пастбище. Что делать дальше, скотоводы просто не знают. Нам сейчас ставят такие требования, о которых мы раньше не слышали. Люди 20-25 лет занимаются откормом. И до сих пор не было таких требований. В прошлом году увозили на Иран, увозили. Позапрошлым, этим летом увозили на Иран. Мясо почему? Люди ягнят. Сейчас здесь собрались не потому, что мы хотим космические большие цены. Сейчас люди собрались здесь, потому что мы хотим просто реализовать. Даже не в плюс. Просто, чтобы мы в убыток не пошли. С овцеводами лично встретился глава аграрного ведомства Абзагир Гусейнов. Выслушав недовольных, министр напомнил о том, что вся продукция животного происхождения должна проходить через систему ветеринарной сертификации «Меркурий», чтобы от фермы до прилавка проследить с путь куска мяса или бутылки молока до конечного потребителя. В противном случае недобросовестные перекупщики могут незаконно и по низким ценам приобрести мясо без регистрации и ветеринарных справок. Это, по мнению руководителя ведомства, недопустимо, так как бесконтрольное перемещение скота негативно повлияет и на всю отрасль, и на каждого дагестанца. Программа «Меркурий» придумал не я. Это закон, который приняло государство. Оно не обязывает вас платить налоги. «Меркурий» программа никак не связана с налогом. Это программа для учета передвижения вашей животноводческой продукции. Сегодня масло создало наши задачи. Эти все ваши потоки, когда вы скот покупаете, когда вы скот продаете, когда вы его перевозите, когда вы его режете, когда вы продаете на рынке, чтобы все это учитывалось в этой программе. Минсельхозпрод не запрещает правильно оформлять и вывозить скот никуда. Нет таких у нас намерений. Мы никому ничего не запрещаем. Мы всего лишь хотим, чтобы все работали по закону». Однако часть аграриев, как оказалось, просто-напросто не понимают, о какой системе идет речь и почему заниматься этим должны сами хозяйства, а не ветстанция. Для многих «Меркурий» лишь планета Солнечной системы. «Я клянусь, говорю, три дня я пытался по группам объяснить, что такое «Меркурий». Люди есть, которые в WhatsApp. В WhatsApp много групп есть, потому что мы чабаны, мы фермеры, отформочники. Нам интересно знать информацию, где продают, где покупают, где закупить, куда продать. Идет обсуждение. Уже в конец говорят, где купить этот «Меркурий». В каком магазине он бывает, спрашивают. Я куплю этот «Меркурий». Люди просто-напросто не понимают, не знают, что такое «Меркурий». После бурных дискуссий стороны все же пришли к единому мнению. Главное условие – зарегистрироваться в системе «Меркурий», научиться в ней работать и трудиться в рамках закона. Замрут Гамидова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Три года в грязи и лужах. Активисты ОНФ обратились в Министерство транспорта Дагестана с просьбой выяснить, почему во время ремонта дороги Хасавюрт-Бабайюрт не заменили ливневку около села Бамат-Бикюрт. По словам общественников, маленький диаметр канализационной трубы не обеспечивает свободный исток воды. Так образуются непроходимые лужи, которые размывают асфальт. А период дождей система канализации и вовсе не справляется. И затапливает близлежащие дома. Общественники отмечают, что неоднократно рекомендовали администрации Хасавюрта заменить в сети. В прошлый раз, когда мы здесь были, в городской администрации, нам было обещано заменить вот эту трубу на более широкую. Но вот видите, до сих пор не поменяли, и вода выходит. И вот только что поставили, заложили новый асфальт, уже она портится. Нам, конечно, не хочется. С таким трудом добыли, с того, что поставили новый асфальт. Вот его поставили только что, и она сейчас уже портится. Компенсация за отсутствие места в детском саду. Депутаты от «Справедливой России» предложили ввести компенсацию семьям, которым не удалось получить место в детских садах. Разработчики законопроекта предлагают выплачивать деньги из федерального бюджета тем матерям, чьи дети от полутора до трех лет стоят в очереди, но так и не получили места в дошкольном учреждении. Сумма выплаты должна быть не менее прожиточного минимума для детей. Отметим, что в Дагестане в очереди в детский сад стоят более 30 тысяч семей от нуля до семи лет. В Дагестан не прошла крупная партия иранских овощей. Россельхознадзор по республике пресек ввоз овощей, пораженных опасным вредителем – томатной молью. Товарная партия грузом свыше 19 тонн следовала из Исламской республики Иран. Поскольку томатная моль вызывает болезни растений, продукция к дальнейшей транспортировке по территории России была запрещена и возвращена обратно в Иран. В отношении владельца груза составлен административный протокол. Южноамериканская томатная моль является потенциальным опасным карантинным объектом для республики Дагестан. В случае заноса данного вредителя существует высокий риск его акклиматизации и адаптации, особенно равнинной зоне Дагестана. С целью недопущения проникновения томатной моли на территории России специалисты Россельхознадзора уделяют особое внимание продукции, поступающей из стран, в распространение вредителя. Помнить, а не вспоминать. Именно под таким негласным лозунгом прошел круглый стол, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне и роли религиозных конфессий в ее годы. Организатором мероприятия выступил Дагестанский гуманитарный институт. Открыл круглый стол исполняющий обязанности ректора ДГИ Магомед Гаджидадаев. Своим выступлением он подчеркнул важность изучения Великой Отечественной войны не только с позиции истории, но и как фактора развития общества. Также выступили представители религиозных конференций. Также из них говорило о важности конфессиональной сплоченности и роли религии в патриотическом воспитании современной молодежи. В первый день начала Великой Отечественной войны миллионы наших граждан приняли участие в ней и наравне со всеми приняли на себя эту ношу мусульмане тоже. Советские мусульмане с первых дней войны проявили свой патриотизм. Патриотическую позицию в годы Великой Отечественной войны заняли и представители других традиционных конфессий СССР. 22 июня 1941 года, когда уже всем стало ясно, что началась война и фашизм ворвался в пределы нашей страны, патриарший местоблюститель митрополит Сергий издает послание ко всему народу, православному народу, в котором призывает встать на защиту своей Родины. Во все времена, во все века представители трех религий в Дагестане жили, живут и будут жить в единой братской семье. И сколько испытаний, начиная с древних времен, среднего периода развития Дагестана, современности, испытал наш многонациональный народ. Дагестан всегда с честью преодолевал эти испытания. И, конечно, самое великое испытание – это был период Великой Отечественной войны. Также с докладами, раскрывающими ранее неизвестные аспекты истории Великой Отечественной войны, выступили профессора, преподаватели и студенты. И о спорте в Избербарше на базе физкультурно-оздоровительного комплекса прошло открытое первенство и чемпионат города по грэплингу. Турнир, приуроченный к 70-летию Избербарша, собрал порядка 200 участников и имел статус благотворительного. Тему продолжит Курбан Рагимов. Дети, юноши, юниоры и взрослые отношения на ковре выясняют спортсмены всех возрастных категорий, самым юным участникам по 8 лет. По словам специалистов, эти начинающие грэпплеры показывают не по годам зрелую борьбу, обладают хорошим арсеналом болевых и удушающих приемов. Дети, как губка, впитывают так очень быстро. Каждую вещь, за одну тренировку, они запоминают все полностью, от начала до конца. Вроде возраст 8 лет, но они и думают, и борются, тактика, все у них, как у взрослых ребят. Яркая борьба, большое разнообразие техник и приемов. Но, пожалуй, главная особенность этого турнира – его благотворительная миссия. Средства, вырученные со вступительных взносов, направят в детский дом. Так организаторы хотят показать пример своим коллегам из других клубов. Я давно хотел организовать такого большого масштаба турнир республиканского, чтобы наши тренера совместно с тренерами могли помочь нашему избирскому детскому дому. Он у нас один, детей много, но благодаря этому мы показываем другим тренерам, что можно не только зарабатывать, но и надо помогать малоимущим. Мы, иншалла, если помощь будет от нашего руководства, наших близких, которые помогают нам всегда, мы будем в год два раза проводить такие турниры благотворительные. Удачи высоких достижений в спорте и в жизни участникам пожелали на открытии турнира. Со словами напутствия обратились почетные гости. Это представители администрации и муфтията, а также именитые спортсмены. Конечно, все мастерство, которое с детства купится, именно на таких соревнованиях и набирается. Неважно, в каком городе, где бы ты ни уступал, это опыт. Этот зал легендарный, так как тут очень много, какие только виды здесь не проводятся. И очень такого хорошего представительского уровня соревнования проходили. Я сам здесь много раз выступал, поэтому очень приятно именно здесь тоже находиться. Подобные турниры – отличный трамплин для будущих чемпионов. Здесь дети могли в полной мере проявить свои возможности и показать, чему их обучали тренеры. Были такие шатки, где я мог проиграть. Были ошибки. За счет чего удалось выиграть? За счет тренировок. На тренировках отрабатываем болевые. И я учусь делать и вот так отрабатываю на соревнованиях. Это мои братья, они были знакомы с тренером. И они меня привели в этот зал. Я очень рад, что я здесь тренируюсь. Мне очень нравится этот вид спорта. А чем он тебе нравится? Тем, что здесь работают физически, я здесь нарабатываю технику, она помогает мне в жизни. Хозяева из клуба Universal Fighters оказались гостеприимными только за пределами ковра. В борьбе они выиграли большую часть золотых медалей, а вместе с этим и первое общекомандное место. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Избирбаш. Ну а это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова